Алматинец Яков Холстов уже покоит чемоданы в предвкушении отдыха на берегу Средиземного моря. Беспорядки в Турции его совсем не пугают. Яков уверен в безопасности страны. Вылететь в солнечную Турцию планирует уже на следующей неделе. Долго планировал свой отдых, решил поехать в Турцию. Очень хвалили друзья турецкого обережья. И вот, наконец-то, собирал на потёвку в Турцию. А тут такие беспорядки в Турции творятся. Какие-то забастовки. Ну, всё-таки пришёл в туркомпанию. Меня успокоили, сказали, что побережье это ничего не касается, никакие беспорядки. Там, в принципе, всё охраняется, мне сказали. В Казахстанской туристской ассоциации сообщили, что таких, как Яков, в стране немало. В этом году спрос на путёвки в Турцию увеличился. Из Алматы на Анталийские побережья ежедневно отправляются свыше 100 человек. Впрочем, несколько алматинцев, обеспокоившиеся за свою безопасность, всё же отказались от поездки. Тур-операторы утверждают, что следят за развитием событий. И даже отправили запрос в Министерство иностранных дел с просьбой прокомментировать ситуацию в неспокойных странах. Есть туристы, которые, конечно, звонят, которые интересуются. Мы постоянно держим связь с партнёрами, которые нас информируют об обстановке. Только в прошлом году в солнечную страну съездили более 22 тысяч казахстанцев. Специалисты связывают это с относительно недорогими ценами при неплохом сервисе. И соседняя Киргизия, по мнению специалистов, также останется популярным направлением. Какая страна становится страной массового туризма? Во-первых, страна, в которой есть вот такие облегчённые визовые вопросы. И страна, которая предоставляет недорогой турпродукт относительно других стран. Сейчас ещё сохранились волнения на юге. Это в Оршской, Джалабадской областях. Это то, что не имеет, по большому счёту, отношения к Иссыкулю. Это совсем другое направление. Тем временем, Министерство иностранных дел Казахстана рекомендует гражданам отказаться от поездок в Сирию, Египет, Ливию и Ирак. А Всемирная организация здравоохранения опасается нового вируса, от которого скончались уже 30 человек. Инфекция распространяется из стран Персидского залива. Большинство заболевших посещали Катар, Ярданию и Саудовскую Аравию. Специалисты напоминают, прежде чем отправиться в эти страны, подумать о личной безопасности.